Приветствую вас! Вечная дискуссия. Почему в одних есть пенсии, а в других нет? А вы уверены, в тех, у кого нет пенсии, они ее хотели? Ну, честный слух. Не, ничего личного. Ну, вот вы так мысленно пробейте по своим знакомым, которые получают пенсию, или которые планируют получать, только так, серьезно. И задайте себе вопрос, почему? Вы ответ сразу найдете. Классика жанра. Классика. Я 40 лет проработал моряком. Где? Ну, если ты 40 лет моряком проработал, тем более на международных, скажем, рейсах морских, у тебя не может не быть заначки. Просто не может. Понимаете? Ну, вы сами знаете, что, кто ходил, так сказать, по морям и океанам, зарплата всегда была большая, плюс контрабанда была. Да было, было. Чего там глазами моргаете? Был. Как у вас не может быть заначки? Ну, он был немножко чем, кем, кем, кем. А вот теперь начинаем разбираться по частям. Кем он был моряком? На буксире полусломанном, который постоянно стал портуб. Чем он занимался 40 лет? Ну, вы же знаете. Постоянно то ли пьянствовал, то ли рыбу ловил на своем буксире. Но задается вопрос, нафиг он там работал. Ну, да, не спорю. Лентяй первоклассный. Первоклассный. Да его же жена, его все ругали, как лентяй. Ему это устраивало. Он говорил, работа не пыльная. То есть, какая-то работа. Потому что это не работа. Ну, там буксир, грубо говоря, постоянно прикольцовал. Он не нужен был. Моряк. Ну, да, 40 лет. Хотя бы стоп. Жанченко, пенсионерка. Ой, я столько на шахте работал. Стоп, 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 стоп. А вот с этого места, давайте поподробнее. Ты на шахте работала или в шахте управления? Стоп. В шахте управления, правильно. А кем ты работала, дорогушка? Кем? Учетчица? Да. Ну, вообще, милая моя бабушка, вы, когда работали, там, я понимаю, что действительно работали долго. Вы слышали такое слово МОП? МОП, младший обслуживающий персонал. Учетчица – это младший обслуживающий персонал. Помните, сколько он платили? Мало. Ну, согласен. Ну, потому что младший обслуживающий персонал. Потому что работа учетчицы, она очень такая примитивная. Но не платят за нее много. Директору платят много. Инженеру платят много. Но не учетчицы. Ну, сейчас никто не будет. Сейчас, между прочим, как раз вместо учетчатского компьютер работает. Бесплатно вообще. Да, платили маму? Так работа у вас была какая. Примитивнее не придумать. Какой черт-то вы сидели на этой работе? А, удобненько было. Бездельничать было. Я по хозяйству. Стоп. По хозяйству это отдельный разговор. Значит, вы не работали. Вы занимались домашним хозяйством. Вы исходили из этой логики. Зачем вы это делали? А, ну муж зарабатывал. А, муж тоже не зарабатывал. Боже ты, милости. А кто же зарабатывал? Просто, понимаете-ка, ситуацию. Очень часто люди, которые жалуются, что маленькая пенсия. Ты говоришь, ребята, а что вы, черт возьми, делали, когда были сильны, молодые, работали? Искали такое место, где можно не работать? Ага. Бездельничали? Ну, да. Не хотели ни черта делать? Было такое. А что вы сейчас хотите? Ну, что вы сейчас хотите? Ну, где вы видели, что, блин, тяги, хорошо жили? Ну, не спорь. Действительно, бывает ситуация, человек по ряду обстоятельств. Ну, инвалид или действительно по здоровью не может нормально работать. Вот тут я понимаю. Вот тут может посочувствовать и сказать, да, это трагедия. Но очень много. Очень много. Когда смотришь и говорит, ну да, сейчас понятно, возраст и так далее. А что ты делал, когда был молодой? Насчет шахтера. Знавал я одного шахтера. Да, он действительно долго работает на шахте. Всю жизнь. Всю, как бы, трудовое деятельность работы на шахте. Причем он закончил даже техникум, пошел работать. Ну, знаете, есть как бы не совсем начальник, а немножко повыше. Там он работал. Ну, понятное дело, да, в шахте, да. Но только умалчит тот факт, что после получки он на бровях домой приходил. Каждый раз. На бровях. И лечился. И его там, знаете, вот подшивали. Подшивали все. Зарплата. А какая у тебя зарплата? Ты все пропил. Ну, так что ж ты хотел, друг? Нет, хотел пьянствовать? И чтобы вообще тебе пенсия была? Ну, как же это может быть, друг мой, сердечный? Как же? Ну, не может такое быть. Ты алкаш. Ба, так что ты еще хочешь? Даже сейчас ты ноешь, у тебя пенсия маленькая. Не потому, что она маленькая. На бутылку не хватает. Ну, а самого она хватает. Да, естественно. Нет, я не спорю. Конечно, бывают обстоятельства, когда человеку, ну, никак не везет по жизни. И действительно сложновато. Ну, исходя от здравой логики, если человек действительно работал, не делал, и не так, а работал, ну, не может у него не быть заначки на пенсию. Не может. Не, я не спорю. Кого-то действительно заначка на пенсии десятки миллионов долларов. Не спорю. Ну, давайте не считать чужие деньги. То, что вы будете ругать олигархов, что у него там миллиарды, так это ж не ваши деньги. У вас их никогда не было. Спорить не буду. Да, действительно, есть у людей очень сумасшедшие деньги. Но, исходим за радость. Абсолютно реальность. Мой знакомый пенсионер, причем довольно старый пенсионер. Да, он просто тупо сдает две квартиры. Киев. Живет в провинции. Да, одну квартиру он получил бесплатно. Спорить не буду. А в другую купил. Да. Заработал. Причем обычный, ну, сказать, что он большой начальник был. Нет, он даже в банке не работал. Он вообще по жизни всегда работал на стройке. Не удивляйся. Рабочим и небольшим начальником. Ну, как так, подсуетился, организовал еще. Да. И сейчас он просто сдает. Инвестировал. Есть такое. Да, да, спорить не буду. Есть некоторые инвестируют детей. У меня есть хорошая знакомая, которая, ну как, она, конечно, ругает своего сына. Невестка вообще никуда ищет, это понятно. Это понятно. Невестка вообще, ну, бог свидетель. Столько, сколько она из внучкой ездит по курортам, по санаториям. Ну, скажем так, даже если, ну, возраст все-таки, если даже возникает какие-то нюансы, там, она приболела и так дальше, то, то набирая телефон, едет в платную больницу, и он о ней думает. Потому что сын заплатит. Да, сын сделал хорошую кардирую. Да, сын и папа, и маму содержит. Ну, что здесь плохого? Ну, может, сын это позволить, черт бы вас помрал. Ну, что здесь плохого? Да, у него пенсия маленькая. Спорить не буду. Спорить не буду. Ну, сын может позволить. Ну, почему бы? Да, действительно, хороший сын. Позавидуем. Молодец. Хороший сын. Хорошо зарабатывает. Тем более, я знаю, что он может позволить еще больше. Но, действительно, шикарно работает. Потому что он, ну, сделал хорошую кардирую на сегодняшний момент. И вот ценят как хорошего специалиста. Очень хороший специалист. В банковской сфере. Да, он не рядовой. Работник в банковской сфере. Карьеру человек взял? Взял. Хотя ее родители, ну, я просто знаю их, так сказать. И маму, и папу. Ну, да, у них как бы биография более-менее такая самая обычная. Из обычных рабочих. Ну, там, что-то где-то под заработок. Да, квартира у них есть. Квартира есть. Квартиру как раз там получила ситуация, что они получили маленькую, потом продали, ну, и, грубо говоря, докупили немножко побольше. Ну, вот такая ситуация. Таких примеров много. По той простой причине, что все зависит от человека. Есть разные варианты и разные нюансы. Я понимаю, что действительно и вклады и прогорали, и депозиты, и деньги меняли. Все это было. Так что, у нас же не соскучишься. Но тот же самый момент. Я знаю массу случаев. Массу случаев. Когда у человека было все, и он умудрялся это все пробить. И массу случаев. Когда человек рассказывает, как он работал. Ну, я же биографию его знаю. Да не работал ты бездельник. Ты постоянно искал такие должности, чтобы там вообще тебе... Чтобы ты на работу не пришел, а никто не заметил. Классная должность. Не, ну, действительно. Сейчас же и сейчас таки должность есть. Ты прошел, а я никто не заметил. Тупо. Ну, тоже ближе как преподаватель. Да. Есть как бы два пенсионера преподавателя. Ну, раньше преподавали и так дальше. Один из них, пенсионер, опять же, это сам зарплата, пенсия маленькая. Почему? Ну, а что было? Ну, он там, 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 кандидат наул. Доктора так и не сделал. И когда уходил, то уходил, что называется, ну, как бы сказать. Ну, тянул, лямочку пришел. И его коллега. Доктор, профессор, заслуженный экономист Украины. Да, подсуетился. У него сейчас пенсия 15 тысяч. Почему? Ну, тоже человек, когда уходил на пенсию, он пошел на госслужбу. А так как он доктор, профессор, да, еще заслуженный, занимал очень хорошую должность. Да, подсуетился. Да, сделал. Да, это он сделал. Причем, конечно, хорошо понимаешь, что у него будет большая пенсия. Да. Хотя, конечно, ему это стоило, ну, так сказать, и нервов, и возможностей, и карьерных интриг. А что ж вы думаете? Вы что думаете, что так, ап, и все? Ну, во время всех этих реформаций, перереформаций, он очень удачный пост в министерстве занимал. Шикарный пост. Причем, действительно, вся так и не брал. Знаете, его пост, как бы, немножко невзяточный. Но зато на пенсию вышел, то есть, видишь, чуть не персональный пенсионер. Ну, положено. Потому что он понимал. Самое интересное то, что, будучи на пенсии, живет, тем более, он действительно на даче. Там у него дача как дом целый, чтобы правильно понял. Ну, он просто дачу пристроил, а что он пенсию получает? Но, так как он все-таки умный, несмотря на то, что ему уже за 70, за 70, скоро 80, дай бог здорово, представите? Он выступает оппонентом на защите. Ну, почему бы и нет? Он же доктор на ум. Даже статьи пишут, научные, правда. Вы их, наверное, не читаете. Рецензентом выступает. Потом, ну, есть еще такое понятие, когда надо экспертизу сделать, диссертацию, начать эксперт. Да. И он участвует. Даже когда до всех этих событий были конференции научные, он за день не выступал. А почему? Так что там действительно до этой пенсии у него еще тысяч пять, а то и больше бывает набирать. Вот это настоящий пенсионер. Настоящий. А вот тот, который нечисто не сделал там кандидата, как-то себя и слепил, говорит, мало, конечно, мало, а ты головой подумал, что ты же работаешь. Вот такая жесть. Вот такие пенсионеры. Так что, молодые люди, не слушайте никогда вот эти сказки и разговоры, нытье отдельных пенсионеров. Ой, какая маленькая пенсия. Это бездельники. Слушайте тех, кто говорит. Да все нормально. Но надо вовремя, вовремя подумать про пенсию. Честное слово. Между прочим, и в Великой США, и Германии, и Франции, и более в Японии, там тоже вовремя думают про пенсию. Не удивляйтесь. Не подумал, не ищи. Потому что у них, конечно, есть госпенсия, она очень маленькая. Есть даже что-то наподобие аналога нашей социальной пенсии. Она ужасно маленькая. С нашей точки зрения она большая. С точки зрения Германии она и прожить невозможно. Вот такая ситуация. Вот такая жизнь. Пока.